предупреждаю всех и сразу технически этот ролик бесполезен в этом ролике лишь мое мнение почему я сменил систему canon на систему sony вот она моя лапочка лапулечка красотулечка миниатюрная на самом деле это пустая коробка сама камера уже здесь и я ее уже пользовался и в этом видео расскажу почему именно sony после многих лет работы на canon после того как я оброс огромным количеством объективов и вспышек под canon и аккумуляторов чего там еще вспышек трансмиттеров с вами сифудинов фотограф в городе ростове-на-дону и несколько слов о том почему я перешел на sony у меня canon был еще 350d с китовым объективом самая первая зеркалка она ущербная мелкая с вот таким вот маленьким дисплейчиком на котором ничего было не видно но я был счастлив рад и мне очень нравилось на тот момент я канон выбрал потому что я читал покупал журналы digital фото и там была новость о том что canon выпустила самую доступную зеркалку для общественности на тот момент она была очень даже хорошая с хорошими показателями я был коммерческим фотографом уже на тот момент но первая моя серьезная цифровая камера как ни странно было sony sony 828 я снимал на нее тогда в jpeg у меня была первая карта памяти что-то миниатюрная рафку он записывал целых 12 секунд одну рафку и компьютер у меня не тянул обрабатывать раф файл вот но jpeg у нее были прекрасные у нее был несъемный универсальный объектив я ее любил но все-таки зеркалка конечно давала приятнее баке та камера sony была беззеркальная с электронным видоискателем ну в общем она прекрасная но медленновато ну конечно же тогда процессоры были поменьше ну и конечно же то была далеко не полно кадровая камера crop хотя 350d тоже crop но все-таки там матрица уже было побольше точных цифр я не помню помню что 350d crop 1 и 6 сонька вообще не помню ну и собственно с тех времен это было больше десяти лет назад я с канона уже не уходил после 350 было бел был первый пятак потом был второй пятак 3 и сейчас 4 и почти всегда у меня было две камеры то есть купил соньку она у меня была одна потом 350 canon и у меня уже было две камеры сонька и 350 потом 350 и первый пятак потом два первых пятака в общем я всегда перестраховывался всегда у меня было две камеры и сейчас у меня марка четвертых тоже 2 ну сейчас уже появилась сонька она 3 скорее всего и вторую куплю соньку так вот видео о том почему я выбрал фотоаппарат соньку без зеркалку и так я уверен что век зеркалок заканчивается и почему потому что весь этот оптический блок для оптического видоискателя он он устаревший он пришел из пленки из пленочных времен и это достаточно большой узел механический оптический и он в принципе морально устарел уже блок фокусировки отдельно от матрицы это тоже уже устаревшая система у нее есть свои недостатки как back front focus нужно необходимо постоянно юстировать и тушку и объективы и это конечно же очень удобно без зеркалка имеет преимущество в том что более компактная за счет того что выкинули большой блок тем самым уменьшилось расстояние между матрицей и байонетом и это позволяет изменить оптическую схему опять-таки сделать более компактной и у нас появляется электронный видоискатель который кому-то может быть не нравится но он тоже обладает рядом преимуществ я не буду перечислять себе зеркальные камеры многие компании как олимпус panasonic fuji sony canon nikon выпустили беззеркальные камеры но у меня основной был выбор между canon eos r и sony альфа 7 mark 3 между этими камерами я долго выбирал почему долго выбирал потому что я отмел все кропы я пробовал fuji я трое суток гонял fuji мне он нравился все классно лежит в руке он очень удобный красивый и все мне в нем нравилось пока я не слил все фотографии в компьютер и тогда я увидел плоскость плоскость не только на 24 72 и 8 там вообще мой телефон более объем не снимает даже на 85 там портретники на самой открытой диафрагме мне показалась картинка очень плоская и хорошо что у меня была возможность вернуть все купленную технику fuji на тот момент xt 2 по-моему топовая самая топовая камера была и 24 70 и 85 тоже топовые объективы их я понял что кровь это точно не мое и среди full фреймов конечно было очень заманчиво остаться на системе canon а так как у меня много всего под canon рассматривал соньку так как было очень много хороших отзывов 1 и второе очень хорошие технические характеристики когда была когда вышла sony я ее не рассматривал за счет того что я считал что очень дорогой переход скан на sony это действительно так так и есть переход обойдется мне очень дорого но я верил компании canon что они выпустят пусть с большим опозданием но выпустят хорошую беззеркальную камеру мои ожидания не оправдались в тот момент когда разлетались просто эти соньки их не успевали завозить был большой дефицит canon выпускает свою беззеркалку и она перед sony ущербная основные недостатки canon eosr почему я ее не купил это отсутствие второго слота карты памяти на одну карту я не могу снимать вдруг с одной что-то случится с такими карточками даже механические ее случайно можно поломать и у меня ломались такие карточки компакт флешки более надежные по своему корпусу canon eosr пишет на одну такую карточку памяти и не дай бог что-нибудь случится с одной карточкой памяти с моей ответственной съемки а съемки у меня все ответственные и достаточно дорогие да мне голову свернут за то что я потерял их фотографии с их мероприятия или с фотосесси на которую очень серьезно готовились заказывали визажиста стилиста все это готовили транспортные студии и так далее и вдруг это потеряется ну я не могу этого допустить мне должно быть две флешки я всегда снимаю на две флешки вторую у canon eosr нет стабилизации на матрице для меня это важно я снимаю видео не только в логе но и иногда для коммерции под снимаю видео и скорее всего его еще будет больше со временем этого видео коммерческого матричная стабилизация для меня важно в этой камере есть в canon eos почему-то нет ну и фоторежиме у sony есть фокусировка по глазу кроме того соньки в таком форм-факторе достаточно много уже моделей выпустили обкатали уже все технологии у нее нормальный 4к режим он мне тоже нужен и не просто для влогов там и для видео об этом потом поговорим видео 4к нужно в canon eosr видео 4к кастрировано оно обрезано она кропнутое и нафиг оно такое нужно мне не нужно мне нужно чтобы я мог на одном объективе сделать одинаковые и фотографии и видео canon eosr такого невозможно в canon eosr на 4к камера превращается в кровь здесь на нормальный full-frame почему нельзя было сделать в canon eosr то же самое непонятно в этом основные минусы почему я выбрал именно sony а не canon eosr canon r выпустили по моему на год позже чем соньку но когда сонька вышла и на нее облизывался ее хотел но я думаю я дождусь canon canon оправдает мои ожидания но нет но когда вышла это canon r вроде как по слухам то ли даже официально не могу говорить откуда но было много информации что это как бы первая такая тестовая полупрофи без зеркалочка а вот где-то там феврале примерно там через полгода после выхода canon eosr ки вот этой первой выйдет прошка уже которая будет с двумя слотами уже будет с со стабилизатором в общем все что мне надо думаю ладно подожду я полгодика подождал я полгодика и что вышло вышло еще более кастрированная rp и выйдет ли нормальная камера у canon вообще неизвестно canon is 5d mark 4 очень сильно затянули и в общем история последних лет компания canon показывает что она отстает от прогресса в плане фотографии фототехники что касается sony она наоборот впереди планеты всей но только если не считать этого ущербного экранчика который поворачивается только вот так либо вот только вот так заберите у canon технологии сделайте нормальные во все стороны вращающийся экранчик sony вы чё я уже сделал несколько тестовых съемок на этот фотоаппарат я его купил сразу с переходником под оптику canon то есть я ее использовал на оптику оптика canon вспышку использовал тоже канонскую но в мануале конечно же тут работает только центральный синхро контакт и все и в мануале выставляю вспышку вот в целом мне очень понравилось по шуму по зерну она очень приятная мне кажется даже чуть чуть меньше чем 5d mark 4 я ее продолжаю изучать это лишь краткое руководство кроме того здесь по-другому работает автофокусировка по-другому ею управлять все немного иначе я скачал краткое руководство по настройке фокусировки фотоаппарата sony краткое руководство на 42 страницы только по автофокусу в общем я его сейчас и изучаю тестирую пробую ко мне уже пришли два объектива о них я расскажу наверное в следующем видео расскажу покажу не хочу затягивать это видео это видео только почему я выбрал sony меня часто об этом спрашивают собственно пока этот вопрос я думаю раскрыт почему я выбрал sony дальше жду от вас предложений как ее затестить может быть сравнить с 5d mark 4 как это сделать какие тесты вам интересны потестируем посмотрим вскроем два объектива может сравним с каноновскими у меня такие аналоги канонский почти есть жду ваших предложений как мы тестируем эту камеру что нужно показать что вам нужно рассказать может пробежаться по настройкам всем когда я изучу полностью и в общем жду ваших комментариев спасибо вам за внимание за лайки за комментарии подписывайтесь на мой канал с вами был андрей сифудинов до новых встреч пока спасибо за субтитры сделал DimaTorzok